18 марта для православных христиан начался Великий Пост, который предваряет одно из главных событий года – Пасху. Он является образом сорокадневного пощения Иисуса Христа в пустыне перед его выходом на проповедническое служение. Главный пост и строгий пост. Отказываемся от вкушения мясных продуктов, рыбы даже, яиц, молочных продуктов. Но, конечно же, пост не заключается только в том, чтобы мы не ели какой-то нам привычной еды, потому что у поста есть и внешняя сторона телесная, и внутренняя, духовная. По словам настоятеля храма Казанской иконы Божьей Матери города Каспийска и ромонаха Иоанна, длительные богослужения совершаются на первой седмице Великого Поста для того, чтобы научиться обращать внимание на свою духовную сторону. Жизнь наша так устроена, что нам редко представляется возможность подумать о том, как я живу, как я отношусь к окружающим людям. А это главное, что есть в нашей жизни. И вот мы за повседневными, бесконечными, никогда не заканчивающимися заботами, переживаниями, страхами какими-то даже, об этом совершенно не думаем. Главной целью Великого Поста является подготовка к главному празднику – Воскресение Христово. Основной труд заключается в воздержании от определенных продуктов и духовно. Это борьба с греховными привычками, внутренними недостатками, воздержание от раздражения, зависти, гнева, а особенно от осуждения. И даже апостол Павел нас предупреждает об этом. Вот в воскресенье мы слышали в послании его, как он говорит, не осуждайте. Такое бывает, когда вот ты вот постишься, а ты видишь того человека, который не соблюдает пост. Ну и ты как бы вот из позиции такого праведника уже осуждаешь. Как же ты такой, значит, нехороший человек, не держишь поста? И вот апостол Павел предупреждает нас – не осуждай. Если ты постишься, то ты не осуждай того, кто не постится. Это его право, его выбор. Но и наоборот, тот, кто не постится, не осуждает того, кто постится. Это одно из важных правил соблюдения поста. Структура Великого Поста построена так, что каждая из семи недель имеет свой духовный смысл и свою направленность. Окончание каждой посвящено тому или иному празднику или святому. Великий пост, как период сугубого покаяния, заканчивается в пятницу шестой седмицы. Лазарева суббота и вход Господень в Иерусалим стоят особняком и в Великий пост не входят, хотя он в эти дни не отменяется. Седьмая постная седмица, страстная, с богослужебной точки зрения, также не входит в святую четыридесятницу. Эти дни посвящены уже не покаянию, а воспоминанию последних дней жизни Христа. Напомним, что в этом году светлый праздник Пасха будет 5 мая.